Музыка Уважаемые коллеги, на арктическом форуме президент, отвечая на вопрос, как скажутся санкции на будущем России, сказал, жестко будущее зависит только от нас самих. Золотые слова. Когда премьер-министр отвечал на вопросы школьников в ходе открытого урока, какое качество главного руководителя, тоже подчеркнул, это ответственность за слова, за дела и за свою команду. С этим нельзя не согласиться. Но хочу подчеркнуть, что не может быть благополучия и счастливого будущего страны, которая погрузилась в системный кризис и где за последний год доверие к власти обвалилось вдвое. Вы это видели на губернаторских выборах. Не может быть счастливой страна, где в массовом порядке нищает народ. У нас полстраны живет менее чем на 25 тысяч, а третий менее чем на 12 тысяч. Это жалкое существование. Не может быть стабильности в стране, где раскол превратился вообще в пропасть, где 3% захватило все собственность и основные финансовые ресурсы и не желают платить нормальные налоги. И не может быть страны безаварийных, где износ превысил оборудование 50%, даже в нефтегазовой промышленности. Здесь пахнет большими катастрофами. Поэтому я считаю главным документом, который мы должны обсуждать, это послание президента. Его задача, как войти в пятерку ведущих государств. Это одолеть бездность и обеспечить прорыв в высоких технологиях. Дмитрий Анатольевич, с теми темпами, которые обеспечивают ваше правительство, задача будет провалена. Если мы в текущем году не выйдем на нормальные мировые темпы, тогда мы будем не в пятерке. Мы будем 15-е через 5 лет и пропустим впереди себя еще Южную Корею, Австралию, Мексику, Испанию. Это будет не просто провал, это будет позор. Если посмотреть на финансовые ресурсы и ситуацию, у нас нефть в прошлом году, ее добыли 555 миллионов. Казалось бы, гигантские средства. Четвертый год подряд продаем своего сырья на 20 триллионов рублей, но даже половины нет в нашем бюджете. Что дает нефть другим странам? В Норвегии бесплатное образование, медицинское обслуживание, безработный получает пособие 210 тысяч рублей. В Америке, на Аляске по 100 тысяч рублей, в переводе нашей деньги, с этой нефти получил каждый житель. Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Пенсионный возраст, огромные пенсии передается по наследству. В Иране на треть дешевле бензин и солярка. Почему у нас эти огромные средства прикарманила узкая группа людей, эти деньги не работают на каждого человека? Кто оказался в ходе этого года жертвами прорыва? Плюс 2% НДС, вздули цены на продовольствие от 10 до 30%. Плюс 15% цены на бензин. Плюс 10% на ЖКХ. Плюс 5 лет пенсии. Плюс мусорное ведро, очень дорогое. И плюс отказ детям войны и всем остальным поддержать в это суровое время. Детское пособие, детское питание в школе в Великом Новгороде стоит 15 рублей. Сходите в наш буфет, посмотрите, самый дешевый пирожок 30 рублей. Это просто абсолютный позор для страны, которая имеет сумасшедшие деньги. Что касается вариантов. У вас есть три варианта. Я к партии власти обращаюсь. Или обновление системы этого либерального рикета. Или дальше мы подавимся этой либеральной кашей и всем будет плохо. Пропагандистская машина уже не работает. Что бы ни делали. Уже три четверти сидят в сетях и знают правду. Если посмотреть на силовиков, сейчас наших гоняют по всей России только потому, что выступили против этой мусорной реформы. Одними посадками у Люкаевых, Арашуковых, Абызовых не отделаемся. Недовольны рабочие, недовольны крестьяне, недовольны студенты, недовольны учителя, недовольны ученые, недовольны малый и средний бизнес. Я такого массового недовольства давно не видел. Тогда надо принимать меры. У нас есть такая возможность. Мы вам предложили, поддержали коллег. Бюджет развития 25 триллионов. Вы соглашались вместе с Путиным. Мы пока не приблизились и близко к этому решению. Десять шагов достойной жизни. Давайте нашу программу обсудим. Давайте обсудим опыт уникальный Алферова. На его университет сейчас руки подняли. Давайте народные предприятия, бабщины. Мы готовы провести общероссийский референдум, что хотите, встречу в наших предприятиях. Я при вас и обратился к Путину. Перестаньте нам разрушать лучшее хозяйство в стране Грудинина. 15 проверок и 30 судов. Совсем ошалели. Мы отобьем это предприятие. Вы мне помогали в свое время отбивать предприятие в Мариэл. Вы помогали. Тогда спасли лучшее предприятие, но сегодня является лучше. Но Маркелов-то сидит, который душил вместе с своей шайкой это предприятие. Мы готовы показать опыт планирования. У нас Иркутская область вошла в десятку по темпам. Она в три раза выше темпа имеет, чем в целом Российская Федерация. Почему против Левченко 173 сюжета на государственном телевидении? Это просто хамство в высшей степени политическое. И никак не можем остановить это полное безобразие. Самая большая беда – это управление финансом. За прошлый год собрали 19,5 триллионов на 30% больше, чем предыдущим. Плюс 509 к вашему прогнозу. Ну давайте распорядимся. Открываю и смотрю, 1 триллион вообще не расписывали. Куда Сулана ушел? 1 триллион вообще не расписывали. 682 триллиона, миллиарда использовало министерство без решения Думы. В любой стране за это выгонят с работы. 787 миллиардов, верно, 426 вы себе взяли в резерв, 156 оказались нетронуты. 2 триллиона неиспользованных средств в условиях нынешних условиях. Почему вы отказали детям войны, мы вносили пять раз. Почему вы отказали другим, кому позарез это нужно. Почему вы не хотите поддержать пенсионеров 140 миллиардов, содрали только за последние три месяца. Дальше смотрю, 30 триллионов на счетах предприятий. Вот у нас там банковская система и так далее. При ставке рефинансирование 7,75 и 7,7 рентабельности никто вам не будет вкладывать в производство. Им не выгодно, им выгодно крутить эти деньги. Смотрю дальше, 50 триллионов в банках лежат, 5 процентов инвестиций. Что же это за банкиры, которые деньги захапали, говорят резерв на случай кризиса. В прошлый раз был кризис. 4 триллиона вы отвалили банкирам, а люди шиш получили. Разве это финансовая политика? Это не финансовая политика. Выполнение национальных проектов. Слушайтесь, президент с вас просит обязательно. 12 проектов из 76 программ, которые подготовило правительство, 51 программа, ни копейки на 1 апреля. А когда их будут выполнять, уже год с лишним прошел. Ни одной копейки не профинансировали. Я считаю, просто надо чрезвычайно заседание Совета безопасности проверить. Стройки взял, 12 тысяч строек, 2,5 триллиона. За 2018 год обозначили 800 ввести. Вводу определили 4,6. Ввели 152 стройки. Ну там заморожены сумасшедшие деньги. Были бы рабочие места, налоги и все остальное. Беру, как выполняют, самое, наверное, богатое министерство, Минкультуры. Только самое думает, как придушить некоторые святые места для всех нас. 83% использовал средства, которые выделили Дума. Минспорт, 87%. Видимо, куда ни ткнешься, везде платить на стадионах. Минавиация, ну у нас все чужие самолеты, 83%. Роскосмос, недавно вывозили специальные занятия, проводили на Хруничьево, 84%. Там лучшие технологии. 80 миллиардов повесили долг на эту ведущую отрасль страны. Без авиации и космоса мы вообще никто в этом мире. Я посмотрел фармацевтический промышленность. Ну что, у нас таблеток много? 63% использовали средства, которые выделялись. Спросите с них. Долговая яма. Беру ваш прогноз. Вообще чуть в обморок не упал. На 17 лет. Не знаю почему, но дело не в этом. Долг должен вырасти. Всех вас с 14,6 триллиона до 52 в нищей, вымирающей стране с изношенными фондами. Такой долг у вас просто в страну отберут завтра. Я вам предлагал по-дерибаски одну комиссию создать. Меня третий месяц таскают по судам за то, что я предложил комиссию создать. Обиделся, оказывается. Создали бы, давно остановилось это безобразие. Нужен диалог. Диалог нормальный с обществом и народом. Народ стонет и массовая недовольство нарастает. Нужен диалог президента с лидерами парламентской фракции. Он прервался в течение года, его практически уже нет. Я не знаю, кто за этим стоит. Нужно убрать полицейщину, которая пытается заткнуть рот. Всей стране недовольной вы не заткнете. Нужно все сделать, чтобы средства массовой информации помогали решать это. Добавьте одну минуту. Помогали решать эти вопросы. Неужели нам мало Украины? Видим все с ужасом. Но о наших программах нет серьезного обсуждения тех проблем, которые нас волнуют. Неужели вам мало Украины? Показывают репортаж из Минска. Нельзя государственной телевидении это делать. Это наш последний союзник. Если о чем-то не договорились, сядьте и договоритесь. Надо все сделать для того, чтобы сформировать полноценное правительство. Во время дефолта в 1998 году Ельцину, спившимся, разложившимся, хватило политической воли всех собрать, сказали, залезли в тупик, давайте договоримся. Можно было спокойно договориться. Сели Примакову, Маслякову, Геральщенко, потом Матвиенко. Ведь они страну от края пропасти тащили. Мы сейчас находимся в крайне сложном положении. Этот диалог должен материализоваться в конкретную программу. Ваши министры, вы ведете постоянно нормальные разговоры. Но эти разговоры иногда ничем не кончаются. Неужели после сегодняшнего скажете детям, старикам? Я не знаю. Я бы на вашем месте, учитывая, что у вас 2 триллиона брошенных денег, давно бы решил эти вопросы.